Доброе утро, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. Кстати говоря, доброе утро и моим новоиспеченным подписчикам. С вами снова я, ваш Алан Зар. Сегодня мы с вами продолжаем прохождение видеоновеллы под названием «Хроники последних дней». В прошлой серии мы с вами познакомились с еще одним персонажем, с Фрэнком, еще один человек с тяжелой судьбой, у которого умерла жена. Судя по всему, он был фермером данного городка. И как нам уже, по сути, стало известно, все-таки он погиб на этой возвышенности и погиб, скорее всего, от удара бомбы, несколько бомб. Пока еще не ясно, какого генеза данной бомбы, но точно не газовой, поскольку, как нам тут было показано абстрактно, что аннигиляция Фрэнка произошла, как только эти бомбы упали на данное поле. Но нам и дальше разобраться, что же здесь за история, так или иначе, в чем же сила, брат, как говорится. Нам нужно продолжать идти дальше. Но посмотрите, какие виды. Вот, я не знаю, ребят, вот самое идеальное место, где можно поставить телескоп и наблюдать за звездным небом. Как мне кажется, все-таки. Просто неописуемо. Кстати говоря, мы заметили, там некий проблеск света. Скорее всего, там нас ждет следующий персонаж. Так что давайте потопим дальше. Если у меня будет заплетаться язык, ребята, уж извините. Я сегодня проснулся очень-очень рано. И сразу сел за компьютер. Я понимаю, надо распевку делать с утра, наверное. Но пока что не нахожу себе времени и сил еще для этого. Так, тут что у нас? А тут закрыто пока у нас. Так что две кружки крепкого чая с утра. Практически чефира. И сразу за работу, как говорится. Вчера был очень насыщенный день. Сегодня воскресенье, кстати говоря. Надо бы съездить в церковь. Хотя я не столь религиозен. Просто надо осветить один крестик. Так. О, там что-то уже виднеется. Вы посмотрите, какая красота. Это просто. И музыка какая фоновая. Ну, я думаю, мы сейчас дойдем как раз до того места, где нас будет ждать очередной персонаж. Точнее, как мне кажется, все-таки дух очередного персонажа. Давайте-ка немножко разгонимся. А то что-то совсем зависли. Увы, к сожалению, здесь так специально задумано, что тебе нужно дотопать медленно, медиативно до следующего персонажа. Вот. Лиззи. Первая подружка нашего ключевого героя Стивена. И, кстати говоря, он витает... Вот дух Лиззи витает не один. Как вы заметили. Вот. Здесь у нас дождик идет, да? Такое ощущение, да, дождь идет, да? Ну, лагерь, короче. Так, у нас тут воспоминания. Миссис Греймс! Лиззи, миссис Греймс! Рэйчел, господи, что случилось? Такой ужас! Ром, молния потом электричество отключилось. Все собрались в зале, я сказала им не разводиться. А Шон? Шон Дэвис ответил, что не будет слушать какую-то глупую девчонку и вышел покурить, и так и не вернулся. А потом Ти пошла его искать и тоже не вернулся. А где Дилан? Он был Шоном... Дилан? Нет, я как раз его искала. Думаете, они вернутся? А, я не знаю, Рэйчел. Да. Мне все равно, что остальные думают. Но если бы он был моим ребенком, я бы его никогда не оставила. Если бы всему миру было бы суждено погибнуть, он бы остался для меня самым важным. Ты будешь хорошей мамой, Рэйчел. Ты иди. Иди внутрь. Скажи всем, что у них замечательно получается. Мне здесь надо пару дел закончить. Потом я присоединюсь к остальному. Ступай. Да, все-таки Лиззи отличается некой только мудрости. Это очевидно. Ну, учитывая, что... Как-никак. Тут персонажи все с опытом. Так, у нас здесь телефон есть. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Их не спасти. Собери чемоданы и жди меня на станции. Они все перекрыли. Ты радио не слушал, что ли, из-за гриппа? Нет никакого гриппа, Лиззи. Господи, Дивен, я же не совсем тупая. Конечно, нет никакого гриппа. Но станции все равно закрыты. Вдоль главного тоннеля есть служебный проход. Они про него не знали, а выйти можно. Ты ведь знаешь, что происходит. Телефоном больше не пользуйся. То есть? А разве ты им сейчас не пользуешься? Смешно. В общем, после этого разговора не пользуйся и ничего не включай. Оно прячется в сигнале. Говоришь, словно это что-то живое. Не думаю, что у нас и название это для него есть. Просто обещай мне, что по-тихому соберешься. Завтра встретимся на станции. Мне очень не хочется врать и бросать всех здесь. Насчет спектакля отличная идея. Просто замечательно. Ты умница. Я тебя люблю. Ой, этот Стивен. Многолюб хренов. Извините за выражение. Вот терпеть не могу таких товарищей. Вот честное слово. Люди, которые не могут определиться, что хотят от этой жизни. Ну, как и в науке. Пытаются найти истину, да? И они ищут эту истину вкупе, в поисках. Параллельно еще и второй половинке. То есть с одной встречаются, с третьей. Мне кажется, так мы вернемся обратно. Нет, туда топать не надо нам. Так. Я, честно, вообще не приветствую такой подход. Какой красивый лагерек. Да? Опять же. Честно сказать, вот между нами, вот когда я... Ладно, сейчас скажу. Послушаем, что... Иди сюда, приятель. Обсуждаю. Ты знаешь, кто я? Да. Вы работаете на Макхоллоуэй. Чарли Тейт. Можно Чарли. А в чем дело Чарли? Рэйчел Бейкер. А что с ней? Брось, сынок, я не вчера родился. Давно по башке не получал. Ей 16. Она не ребенок. Отцу ее то же самое скажешь? Он тебя сразу прибьет. Я ее люблю. Любовь запретить нельзя. Конечно. Я тебе ничего не запрещаю. Просто будь поосторожнее. Вот и все. Да. Видите, сколько историй переплетены в одном только сюжете. Здесь же не только Лиззи, Стивен. Тут и у других свои проблемы есть. И каждую проблему нужно осветить. Как раз очень много тем, да, вот тут как раз таки переплетены. Не только вот эти, мягко говоря, тройнички. Еще и отношения с несовершеннолетними. То есть очень много таких нюансов. Ну, жизненные истории. Самое главное. То есть то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Так, давайте-ка дальше потопаем. Посмотрим, что у нас там. Опять мертвые птички везде. Господи. Так, у нас что-то тут. Ага. Пять часы, шесть на всем показывают. Везде. Зачем? Не трогай, все хорошо. Похоже на солнечный ожог, только странные формы болит. Вообще ничего не чувствую, не переживай. Поверить не могу, что ты там Кейта оставил. Может, расскажешь, что случилось? Она, наверное, даже не заметила, что меня нет. Ты врешь. Забудь. Не надо мне врать. Ладно. Мы поссорились. Все равно она собиралась ночью работать. Стивен, скажи мне, что-то случилось? Из-за этого у тебя лицо обожжено? Ничего. То есть, что-то, чего я не понимаю. Расстроился, потом мы поругались. Она решила остаться и собрать побольше данных. Она тоже обожглась? С ней все хорошо? Господи, Лиззи, ты со мной спеши ли с ней? Все с ней хорошо, и со мной тоже. Я не хочу говорить о ней. Я к тебе пришел. Вот проказник. Наглец. Пошли в кровати. Ой, господи. Что творится с мужиками нынче? Я, конечно... Это... Пытаюсь... Быть... Посправедливее к остальным мужикам. Я понимаю, что не все такие. Но это лицемерие называется. В самом простом его понимании. Так, здесь у нас что, тоже велосипеды заброшенные? Все разбросали. О, у нас тут это... Передачка. Мне плевать, что он ее трахал. Злит то, что он считает, что я этого не замечу. Я же не дура. Мне приснилась световая буря. На его коже проступала узорная структура. И он горел. Когда проснулась, глаза были полны жидкого света. Постараюсь нацелить пять оставшихся башен на ту же точку небосклона. Если оно пытается с нами связаться, так мы увеличим скорость передачи. Опять все абстрактно. Мне кажется, все-таки здесь и у Кейт, и у Стивена каким-то боком вылезли какие-то глюки. О. По радио говорят, что дороги будут перекрыты. И что-то еще про грипп. Да нет никакого гриппа, Шон. Никто тут не валяет гриппом. Я слышала, как миссис Грейпс говорила о еще одной семье, которая собралась и уехала прошлой ночью. Только вот их вещи и машины тут остались. Мне нравится мне этот день. Пятнадцать человек уехали за два дня. А ребенок где? Спит в трейлере. Шон, я не хочу тут оставаться и ждать, пока еще хуже станет. Думаю, нам надо уехать, пока они не успели на самом деле дороги перекрыть. Думаешь? Да, поедем проселочными через лес. Я оставлю денег на Кейт-Грейпс. Знаешь, что ее муж все еще навернулся. Он же пьяница, как говорят. В любом случае, это не наше дело. Не будь таким жестоким, Шван. Пошли за дело нам. Вот так все. О! Это что было? Это шарик так летел? Мячик, точнее говоря. Да. Вот посмотрите, какая красота. Ну вот, разве не прелесть вот такое поле иметь у себя в ограде? Ну, не знаю, во дворе там. В целом можно было бы погонять, поиграть. Кстати говоря, я вижу, что там тоже есть... Какие-то... Какие-то... Не знаю. Вокс или что-то в этом духе. Но мы туда сейчас не доберемся, поскольку это уже часть следующей истории. То есть, это... До этого еще рановато. Так, у нас что произошло мгновенно? Понимаю, от этого не легче. Можете мне оставить спокойно? Мы ничего не могли сделать. Мне так жаль. Милая. Вот, ребёнок разбудили. Оставьте меня в покое! Рейчел, прости. Пощечина получил. Так, тут закрыто. Дольёт, как из ведра. Так. Так, вот у нас лагерь. Дотопали. О, сколько всего нас тут ждёт вообще. В целом. Да. Но красиво. Вы посмотрите, вот как отражается... Отражаются капли дождя на фоне солнечного света. Ну, просто доработали каждую мелочь. Тут и тени, и... И всё-всё. Хотя, по сути дела, многие считают, что игра нарисована довольно-таки деревянно. Хотя я так не считаю. Могу поспорить. Вы посидите-ка три года, поработайте над каким-то проектом. Я на вас гляну. Как вы будете себя чувствовать. Так, ещё один трейлер. Посмотрим, что тут у нас интересного. Остальные апреля casi newsletary страны. И всё было уже так? Да. Я обычно проверяю с утра, чтобы он не забыл принять таблетки. Мистер Коулс не здоров, Элизабет. Если его состояние ухудшилось, он мог встать и уйти. Разум видишь ли? Хрупкая штука. Я просто говорю, что это не в его духе, доктор. Он никогда не пропускал утренние лото. Он курил? Нет, насколько я знаю. Интересно. Кажется, это пепел. Ну, это очень странно. Рис здесь вчера убирался, стоит с ним поговорить. На сигаретный пепел не похоже. Доктор Уэйт, только что звонили. Наша помощь нужна в деревне. Миссис Боттон пропала. Да, какой-то пепел странный. Интересно очень. Кстати, про факт пепла я немножко подзабыл. Что был такой разговор. Но так и не смогли определиться. Это прямой намек на то, что действительно здесь есть что-то этакое. Вот, скажем, намек на то, что, скорее всего, люди начали исчезать от того, что просто начали превращаться в пепел. Ну, типа, свет их просто каким-то боком обжигал. Как это случилось с предыдущими персонажами. Они, короче, от них все, что оставалось, это пепел. Хотя, я бы поспорил. Какие-то отголоски детские, голоса идут. Очень интересно. Так, что у нас тут? Так, здесь мы ничего не найдем. Я так понимаю, просто в чащу. Пошли. А ну-ка, пробью, не пройду. Нет, не пройду. Возвращаемся обратно. Ну, здесь довольно-таки компактно все расположено. Каждое огороде, каждое игровое поле, как и должно быть. Что-то с тем-то, да? Ага. Ты такое видал раньше? Они там в обсерватории, небось, скачут от радости. Празднует это точно. Повод-то есть. Ладно. Да, прорезывание зубов у детишек, это целая тема. Я так понимаю... Не, хотя, ладно, не буду об этом судить. Скорее всего, это тут не играет никакой роли. Так, тут тоже вот, интересно, такой очаг. Все доработано, прям до мелочей. Вот какой кайф здесь посидеть, да? Взять шампурки и нацепить хлебушки, мясо там. И пожарить на костре с друзьями. Так, тут что у нас? А, это просто, типа, хлеб, да? Для хранения дров, что-то в этом духе. Так, что у нас тут? Господи. Я не припомню, здесь никакие грязные туалеты. Ну, короче, здесь просто так оставили. Открытая дверь. Обычно, когда бывает открытая дверь... Давайте откроем. Ой, отключим свет, исходя из этических соображений. Но обычно, когда открытая дверь, всегда есть намек на то, что здесь должна быть какая-то история. Но здесь ничего не произошло. Очень интересно. Так. Давайте-ка сюда припрем. О! Тут еще... Мангальчик-то горит. Интересная тема. Так, здесь у нас ничего нет. О, я что-то слышу. Так. Где-то здесь. А, точно. Я пыталась выйти из обсерватории, но не смогла. Стояла у ворот. Никак не могла представить мир за ними. Странное чувство. Словно бы долина, Стивен и все остальные стали малозначимы. Стали идеями, а не матерей. Я теряю ощущение времени. С трудом понимаю, когда сплю, а когда бодрствую. Кончики пальцев не имеют. Будто чувства еще есть. Но они не для меня. Будто нервные сигналы кто-то переключил. Интересная мысль. По большому счету нужно осознавать одну простую вещь. О. Давайте послушаем. Распространение эпидемии гриппа, были перекрыты дороги и железнодорожные пути. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Учителя, вожатые и священные служители будут представлять ваши интересы. Сразу сообщайте о замеченных симптомах. Там что-то горит. Прямо жутковато сдалека. Вообще сорвался с мысли. В целом для ученых это естественная история. Когда они обнаруживают что-то новое для себя. Что-то уникальное. Если не брать в счет то, что любой ученый может взлететь с катушек на каком-то этапе своей жизни. И если он что-то обнаруживает, любые другие его отношения, близкие, родственники уже теряют всякие смыслы. Они просто упираются лбом в свою работу. И пытаются постигнуть истину в кавычках. Ну это в принципе для всех характерных, для всех ученых. Так. О, там телефонная будка. Я чувствую, что какой-то звонок идет. А ну-ка подойдем-ка посмотрим. Да, точно. Сейчас послушаем, что же там интересного нам скажут. Так. Вы позвонили Кейт Коллинз и Стивену Эпплтону. Оставьте сообщение. Стивен. Это я. Я уезжаю. Ждала сколько могла. Если ты меня вдруг ищешь, я пойду к станции. Я пойду в любом случае. Даже если тебя там нет. Но как иначе. А я тебя люблю. Пожалуйста, приходи. Я люблю тебя. Вот если посудить, да. Сейчас шла передача информации. Так, а ну-ка посмотрим, что тут у нас. О. Да мы и не разговариваем почти. Стиральная. Прочная. Я спала в одном из пустых домиков. Я спала в одном из пустых домиков. Или мы сидели тут молча. Он притворялся, что не пьет, вытаскивая бутылки из заначек. А я притворялась, что не замечаю. Потом ложились в кровати. И я старалась не закричать. Не знаю, почему мы вообще остаемся вместе. Впрочем, знаю. Я все еще люблю ее. Ты напоминаешь мне Мэри, когда она была в твоем возрасте. Будь у нас дочь, я бы гордился. Кажись, она как ты. Не надо так говорить. Просто скажи Роберту, что знаешь, что он снова пьет. Вы все исправите. В принципе, я понимаю, почему он пьет. Не хочу оставаться только из страха уехать. Вот нельзя же в прошлом. Но иногда так подумаешь. А что, если бы аварии не случилось? Да я бы могла сейчас быть где угодно. А не репетировать этого треклятого Питера Пэна и чинить сушилку в тысячный раз. Ох, Фрэнк, ты просто ангел небесный. Не глупи. Ты еще молодая, Лиззи. У тебя полно времени, чтобы стать кем хочешь. Только не прячься за мужа. Или свою ногу. Слышали, ребят? Получается, судя по всему, Лиззи пережила аварию. У нее нет одной ноги. Она с протезом, как мне кажется. Ну и судя по всему, ее нынешний... Я не знаю, как сказать. Гражданский муж или реально муж. Он чисто с ней только потому, что он ее любит. Хотя начинает бухать, понимая, что все-таки Лиззи все-таки больше любит Стивена. То есть вот такой вот любовный четырехугольник. В нашем понимании. Так, а ну-ка давайте-ка посмотрим, что у нас интересного там. А, кстати говоря, мы же здесь были, не были? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какие странные звуки. А, тут мы были, да, с вами. А вот сюда мы не заходили, я так понимаю. Да, точно, мы сюда не заходили. Main hall. Я так понимаю, это и есть, да. Да, точно. Обращение комитета по чрезвычайным ситуациям при совете округа Хайпер. Чтобы остановить распространение эпидемии гриппа, были перекрыты дороги и железнодорожные пути. То же самое, говорит, вроде. Ох ты, молния. О, я слепой. Ну, ясно, понятно, откуда полезли эти симптомы. Вот, пожалуйста, бомба с надписью ГАЗ. Это очевидно. То есть, ну, никак это не вяжется ни с гриппом, ни с чем. С симптоматикой, в принципе, вся походит. Так, здесь у нас, да, сценочка, судя по всему, здесь репетировали. Так, ну, я так понимаю, нам тут еще рановато шпиговать, наверное. Насколько я помню, да, здесь нам еще рановато шпиговать. Так, пойдемте дальше. Давай разгонимся немножечко. Там еще, по-моему, очень много точек, куда мы должны дойти. Так, здесь, значит, мы были. Сюда нам копошиться смысла нет. Да, скорее всего, отравили газом. Тут просто это однозначно. Но что случилось потом, вот это самое интересное. Так, здесь у нас бассейн. Как же аккуратно, да? Вот мне интересно все-таки, кто был мэром данного городка. Я бы хотел, чтобы в нашем поселке был такой же мэр. Очень красиво. Вот, поддерживать баланс между природой и бытом человека... Я нашел еще одну дохлую птицу в бассейн. Большого стоит. И ты уже четвертое за утро. Ты ее выловил? Ага. А вы уже подумали насчет моего жалования? Ох, прости, Рис, я была занята. О, Рейчер. Простите, что опоздала, миссис Грейвс. Я собирала все до тенниса. Ты заглянула в домик мистера Коулса, как я тебя просила? Он еще не вернулся. Я его тоже не видел. Может, он в город пошел? Может, вполне такой важный. А, вот еще Дентоны были записаны на теннис в 16.30, но не пришли. Я сбегала к их домику. Они всегда берут тот, что возле костра, но там их нет. Подумала, что они могли отправиться в деревню за мешком для пылесоса, еще подвезти мистера Коулса. Мешок для пылесоса? Это зачем? Думаю, миссис Дентон пылесосила, мешок порвался, потому им понадобился новый. Судя по тому, что весь дом засыпан пылью. Ага. Слышали, ребят? Опять намек про какую-то пыль или пепел. Так, тут у нас, получается, кладовая по теннису. Или что-то в этом духе. Короче, здесь хранили все, я так понимаю. Да, тут вот стой и читай, разбирай каждую записку. Так. Дальше пошли. Так, а там мы были? Ну, такое чувство, что я пропустил вон тот домик. Да? Да, пропустили, точно. Так, что у нас тут? Да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ты бросил меня еще до аварии. Чего ты от меня хочешь, Лиззи? Я тебя люблю. Я все сделаю. Все. Но ты не расскажешь. Я так и думала. Я тебя тоже люблю. Но ты говоришь то, что по-твоему от тебя хотят другие услышать. Да, кстати, у него есть такая фишка. Подакивание. Да уж. Лицемер этот Стивен. Попался бы под руку, дал бы леща. Честное слово. Ну, определись ты уже, товарищ. Такое чувство. Вот заволок, как мне кажется, заволок Кейт в этот городок. Пообещав ей светлое будущее. Какие-то, скорее всего, научные успехи. Ну, что-то мне кажется, что он ее попросту лапши навешал, мягко говоря. Он узнает, что мы сбежали. Уже будем в Испании и поженимся. Поцелуй. Эх, молодежь. Как же все легко у них на славах же, правда? Так, так мы пойдем, интересно, кури. Или мы так будем круги наворачивать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, точно, мы так будем круги наворачивать. Мы уже были здесь. Были же, да? Так, вот тут я помню, что была вот эта барбекюшница. Там внизу не знаю. Ладно, давайте-ка вернемся обратно. Посмотрим, что у нас на берегу. Вот, кстати говоря, видно отсюда четко обсерватории. Башневая обсерватория. Да, красота, конечно, вообще. Молнии стреляют. Вороны мертвые помирают. Там на озере как будто катамаран какой-то. Что-то в этом духе. Что случилось? Ты уже осталось, видишь? Миссин Крейвс. Шон, малыш Дилан, он в порядке? Все с ним хорошо, Ди. Все хорошо, я сейчас принесу тебе чай. Миссин Крейвс, я должна вам сказать. Оставь его, Ди. Вы пытались из долины уехать, так все же дороги уже закрыли. Да, я ехала очень быстро. Другая машина вылетела на встречу. Господи. Да. Ты сказал, что оставь. Послушай, все хорошо, но ты же целой. Шон в порядке, малыш Дилан тоже. Это главное, все целы. Нет. А вот теперь мне нужна ваша помощь. Дети здорово напуганы. Мы с Рейчел решили устроить для них представление, развлечь их. Ты как-то говорила, что играешь на пианино. Поможешь нам? Да, наверное. Миссис Крейвс, Роберт. Он сам о себе позаботится, не ребенок уже. Не переживай. Сходи в клуб, найди Рейчел. Она расскажет, что мы запланировали. Хорошо. Спасибо. Шон, а ты можешь поискать Лиза? Спроси, вдруг ему нужна помощь. Да, конечно. Иди. Угу. У меня такое чувство, что все-таки Лизия поднимает, что случилось что-то ужасное. Да, но пытается сохранять спокойствие и не впадать в панику. Не вгонять в нее остальных окружающих. Но это черта мудрая. Ну, видно, что мудрая девушка. Хотя... Хотя, как по мне, печальная. Не знает, что делать со своей любовью. Ну, красота же. Посмотрите. Там у нас башни астрофизические. Катамараны, которые заброшены. Так, пойдем-ка глянем. Что здесь у нас? О, господи, Стивен. Что со мной происходит? Что происходит? Происходит. Чеканулись вы вдвоем. Как мне кажется. Намутили делов. На пару. Так, здесь у нас тоже барбекюшница. Так, пойдем дальше. Ну, не идеальное же место для того, чтобы порыбачить. То есть, вообще, красота. Она сбежала. Не говори так, Крис. Она так никогда бы не поступила. Как можно? А Дилан? Ну, выходит, она не особо рвалась за ним приглядывать. Оставила его тебе. И не вернется теперь. Да и пускай. Она все время думает о каком-то другом. Наверное, были какие-то важные дела. И теперь главное... Ох. Получается, мы никуда не уезжаем. Испания подождет. Ха-ха, видите? Видите, как планы быстро рушатся? Во всей Англии. А я поищу твоих папу и маму. Обещай, что вернешься. Обещаю. Так интересно, если я уйду... Нет, глубоко я не войду. И красиво, и при этом очень-очень жутко выглядит все это дело. Вот такие они молодые все. Они думают, все легко и просто. Вот так по щелчку все планы можно осуществить, да? А по итогу все обвалюли. Все свои планы и лететь во Францию или в Испанию. По итогу это послужило для них... Не очень счастливым концом. Как и для всех жителей городка. Повстречались все-таки. Хе-хе-хе, сколько лезьте. Никаких сложностей? Не вижу, откуда они могли бы взяться. Вы со Стивеном были вместе, потом он переехал. Для меня тут нет ничего сложного. Прости, я не хотела тебя обидеть. Я не вижу ничего обидного. Послушай, Элизабет, я... Прошу, Лиззи. Лиззи. Да. Мне ты кажешься разумным человеком. Я постараюсь быть деликатной, но... Пожалуйста, давай не уходить от реальности. Попробуем... Постараться. У британцев ведь так заведено, да? Да, да, наверное, все так. Мы должны постараться. Ой, вот мне нравится вот эта женская черта. Друг другу стоять, внаглую льстить. Если бы это... Были бы мужики, которые бы делили одну девушку. Там был бы мордобой, сопли, слюни, кровь, песок. Все, что угодно. Все вкупе. Здесь у нас вот так вот друг друга очень красиво послали, мягко говоря. В некотором смысле. Ну, это... Не нам судить, как говорится. Ну, что сделаешь? Раз такие отношения очень интересные. Ну, Стивен сам накутил, мягко говоря. О, кстати говоря, отсюда четко вот мельница вот видна. Но есть здесь в некотором смысле некоторый диссонанс между вот этими этапами прохождения. Все-таки где-то вот это чисто поле, да? И бац, переходит сразу на лесной массив. Ну, это может казаться чисто от того, что мы постоянно находимся... Ну, может, это как-то история выделяет вот эти локации сами по себе. Некой чертой своей, да? Например, зеленистый городок, да? У меня уже из церкви ассоциация с Джереми сразу пошла. Мертвые пташки, да? И красивые сады, и цветы. Это больше вот женская черта к женщине привязана. Это вот как раз про... Забыл уж, как ее там... Зовут персонаж уже все. А, Уэнди, точно. И вот для фермера Фрэнка чистополе, мельница, довольно характерные черты. Ну, что-то тут конкретно льет. Так, мы где-то еще с вами не были, потому что если бы мы бы прошли с вами все, тут бы что-то запиликало бы, засвистело бы все подряд. Так, что у нас тут? Тут мы были, наверное, да? Были, 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 были. Так, унитазы, унитазы. Унитазы, унитазы, туалеты. Тут мы были с вами. Так, мне кажется, мы не были дальше там по дороге наверх. Насколько я помню, надо еще туда. О, что-то я слышу. Вон он, радиоприемник. Послушаем, что там интересного. Все пять башен теперь работают вместе. Мощность сигнала в красной зоне, но этого недостаточно. Постараюсь провести сигнал через шестую башню, чтобы свести его в одну точку, а потом перестрою оптический массив так, чтобы перекинуть эту точку в исходное место. Это исходное место мне представляется седьмой башней. Так это обретает какой-то смысл. Какой-то. Уже давно приходится действовать за пределами понятной мне физики. В любом случае попробовать стоит. Да, намутили. Я слышу какие-то отголоски, детские голоса или что-то в этом духе постоянно, между прочим. Уж не знаю. Там у нас шесть башен, насколько известно, в обсерватории. Про какую седьмую она говорит? Или это уже плод? Некого абстрактного понимания астрофизики? Черт его знает. Тут сложно сказать. Я понимаю, что все-таки разработчики подходили к некой логике, когда создавали. Ну, точнее, физической логике, когда создавали эту игру. Чтобы потом не позориться перед реальными учеными, которые проходили бы данную игру. Делали прохождение. Мячик. Да, кажется, мы же не все с вами еще обходили. Мне кажется, надо еще туда дотопать вниз. Так, что-то у нас тут интересное ждет. Наверняка. Вот бы сейчас... Как раз вот птичка под боком можно было пожарить. Горелки, да? Да, кажется, что-то нас здесь ждет определенно. Да, 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 да. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, все. Еще один очаг. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага. Тебе не стоит сейчас курить. В твоем этом положении. Это Стивен виноват. Из-за него я снова начинаю. Не буду пытаться тебя добирать. Погода портится. Скоро будет буря. Так Стивен и сказал. Мол, встретит меня здесь. Но сначала нужно что-то сделать. Кажется, он думает, что все это связано с ним. Я не знаю. Я все равно пойду, придет он или нет. Стивен нашел способ выбраться из карантина? Он умный, надо это признать. Ты ему доверяешь? Ну, я люблю его. Надеюсь, этого достаточно. Я тоже надеюсь. Послушай. Если не сможешь выбраться, я созываю людей в клуб. Посчитать оставшихся, что-то вроде того. Да. У нас тут тоже все обитатели в лагере собрались. Будет спектакль. Питер Пэм. Детям нравится. Отвлекает от всего страшного. Ох, ты видел? Питер Пэм. Она сказала, что Стивен думает, что это все связано с ним. И надо полагать, еще один момент вспомнить, точнее говоря, в первой части, когда мы проходили с той Джереми, когда он сказал, что он... Нет, точнее, не в первой части, а в третьей части, когда он с Фрэнком стоял, да, Фрэнк хотел его подстрелить, да, и Стивен сказал, что я основной проводник. Так, скорее всего, все-таки наш дорогой Стивен подложил кое-что. Опять же, насколько нам понимать, что имел в виду Стивен, когда он говорил, что он основной проводник. Возможно, это плод его больного воображения, ученого, или мании какой-то. Бог его знает. Но у меня... Меня начинает постигать чувство, что попросту товарищ приказал уничтожить, задушить всю деревню, поскольку он полагал, что что-то здесь витает в воздухе и... типа распространяется, черт его знает. Так, опять дождик пошел. Так, погодите-ка. Нет, скорее всего, мы с вами не все прошли. Если бы прошли бы все, тут бы дождика не было. Согласны? Опять что-то сейчас будет. Ну-ка, ну-ка. Я вижу какие-то искажения. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы видите, что замечаете, что вот эти витки, да, мелкие, вот эти, так скажем, мелкая пыль, если уж так прямо выражаться, она тянется к этому зданию. Скорее всего, нам нужно уже сюда. И слышны какие-то помехи через вот эти динамики. Скорее всего, нам нужно сюда. Точно. Да. Судя по всему, мы подходим к финалу, ребятушки. Спи, мой милый крошка, закрывай глаза. Мамы, свет в окошко, звезды в небесах. Говорят нам, вот проснешься, будешь мой. Спи, ты мой милый крошка. Маленький ты мой, чистый туман, звезды видны, распозвали нас. Мурашки по телу просто. Лететь должны спи. спи, малыш. Он спит. Ты как, милая? Со мной все хорошо. тебе бы поспать, Чарли. Выглядишь усталым. Спи. Спи. Очень тяжело вообще. Слышите звуки? Вы теперь поняли, ребята? Вы теперь понимаете, почему вот витает вот этот дух и не один? Судя по всему, это даже не Лиззи. Это, скорее всего, Рэйчел и ее ребенок. Они как раз погибли в этот момент непосредственно в театре. Очень печально. Эмоции пробирает, честное слово. Реально, ребята из Chinese Room умеют делать вещи. Чисто абстрактным. Опять же, все зависит от вашего воображения. Ну, хотя здесь особо гадать нечего. Здесь все очевидно, что люди погибли от, скорее всего, от падения бомб непосредственно. Они ударили локально по городку, скорее всего, по указке нашего горячо любимого Стивена. Который, что только, скорее всего, напортачил. Непонятно, какой свет за ним гонялся. Опять же, это еще вопрос, который мы потом будем обсуждать с вами. Даже нечего добавить, ребят. Ну, делайте выводы сами. Пишите в комментариях. Хотя бы один комментарий напишите, что ли. Оцените прохождение. Как, в принципе, у нас это получается или нет с вами. У нас, я так понимаю, осталось еще две главы. Кстати говоря, самые ключевые. Или нет. Три главы. Три, извините. Так что, еще три главы. И мы придем к некоторому уже знаменателю с вами. Ну, честно, вот немножко меня поражает, почему в начале истории была описана Лиззи, да? Если крошка, да, была у Рэйчел. Немножко интересная схема. Хотя, кто его знает? Опять же, пишите свои предположения. Лайкайте. Подписывайтесь на канал. Это меня очень сильно стимулирует на дальнейшее прохождение. Если и дальше пойдет в том же духе, будут какие-то хотя бы мелкие просмотры, я буду делать прохождение на игры такой тематики. Потому что такая тематика меня больше привлекает. Я не люблю вот те игры, где надо голову ломать. Ну, конкретно ломать вот эти квесты, стрелялки, еще что-то в этом духе. Игра должна быть такой, которая дарит эмоцию, как и любой фильм, музыка и так далее. Так что, ребят, спасибо вам, что были сегодня со мной на прохождении. Вам хорошего дня. До скорого. Увидимся еще. Продолжение следует...